Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке математики. Мы изучаем раздел «Письменное умножение и деление». Тема нашего урока – «Обобщение». Сегодня на уроке ты будешь выполнять вычисления и решать задачи. Выполним следующее задание. Вычисли, назови имена детей, кто кем мечтает стать в будущем. Поставь видео на паузу. Найди значение выражений. Выполним проверку. К произведению чисел 9 и 8 прибавить 250. 9 умножаем на 8 равно 72. Плюс 250 равно 322. Андрей мечтает стать десантником. Из 600 вычесть сумму чисел 54 и 26. 54 плюс 26 равно 80. 600 минус 80 получается 520. Руслан мечтает стать пожарным. Из 350 вычесть произведение 170 и 1. 170 умножаем на 1 равно 170. 350 минус 170 получается 180. Санжа мечтает стать полицейским, работать в полиции. Давайте узнаем, кем мечтают стать девочки. Разность чисел 250 и 205 разделить на 5. 250 минус 205 получается 45. 45 разделить на 5 равно 9. Мария мечтает стать врачом. Из 380 вычесть произведение чисел 5 и 8. 5 умножаем на 8 равно 40. 380 минус 40 получается 340. Дарья мечтает стать учителем. Разность чисел 150 и 140 умножить на 2 и прибавить 65. 150 минус 140 равно 10. 10 умножаем на 2, получается 20. 20 плюс 65 равно 85. Алина мечтает стать стюардессой. Какую профессию вы не выбрали, я уверена, вы обязательно принесете пользу нашей стране. Все профессии важны. Вами будет гордиться страна. Вот, к примеру, профессия швия. Очень интересная профессия. Давайте решим следующую задачу. На каждую рубашку потребуется 9 пуговиц. Сколько рубашек швий, если потрачено 63 пуговицы? Что нам известно в задаче? Правильно, нам известно, что на каждую рубашку потребуется 9 пуговиц. Что еще известно в задаче? Нам известно, что потрачено 63 пуговицы. Что нужно узнать в задаче? Правильно, сколько рубашек швий. Заполним таблицу. Расход на одно изделие, количество, общий расход. На одну рубашку потребуется 9 пуговиц. Потрачено 63 пуговицы. Нам нужно узнать, сколько рубашек шили. Как узнать количество, зная общий расход и расход на одно изделие? Правильно. Нужно общий расход разделить на расход на одно изделие. Поставьте видео на паузу. Запишите решение. Выполним проверку. 63 разделить на 9 равно 7. Ответ. Шили 7 рубашек. Еще одна интересная профессия. Продавец. Наверное, каждый ребенок хоть раз мечтал быть продавцом в магазине сладостей или в магазине игрушек. А что продают в строительном магазине? Решим следующую задачу. 5 шурупов стоят 40 тенге. Сколько шурупов купили, если потратили 80 тенге? Что нам известно в задаче? Нам известно, что 5 шурупов стоят 40 тенге. Что еще известно? Правильно. Что потратили 80 тенге. Что нужно узнать в задаче? Сколько шурупов купили? Заполним таблицу. Цена, количество, стоимость. 5 шурупов стоят 40 тенге. Сколько шурупов купили, если потрачено 80 тенге? Что нам нужно узнать сначала? Сначала правильно нужно узнать цену одного шурупа. Что нам известно о цене шурупа? Правильно. Цена шурупа одинаковая. Зная стоимость и количество, как узнать цену? Правильно. Нужно стоимость разделить на количество. Затем, когда мы узнаем цену, как узнать количество шурупов? Правильно. Зная стоимость и цену, можно узнать количество. Стоимость разделить на цену. Поставьте видео на паузу. Запишите решение. Выполним проверку. 40 разделить на 5 равно 8. Это цена. 80 разделить на 8 равно 10 шурупов. Ответ. Купили 10 шурупов. Следующая очень важная профессия – это строители. Строители работают целыми бригадами. Решим следующую задачу. В строительной бригаде 4 женщины. Это 1 третья часть всей бригады. Сколько человек в бригаде? Что нам известно? Правильно. В строительной бригаде 4 женщины. Это 1 третья часть всей бригады. Что нужно узнать? Сколько всего человек в бригаде? Заполним краткую запись. 4 женщины – это 1 третья часть бригады. Нам нужно узнать, сколько в бригаде человек. Вспомним правило. Чтобы найти число по его части, нужно эту часть умножить на знаменатель и разделить на числитель. Поставьте видео на паузу и запишите решение. Давайте выполним проверку. 4 умножаем на 3 разделить на 1 равно 12. Ответ. В бригаде 12 человек. Одна из самых важных профессий – это врач. Решим следующую задачу. Врач принял 20 пациентов. 1 пятая часть из них – дети. Сколько детей принял врач? Что нам известно в задаче? 1 пятая часть из них – это дети. Верно. Что нам нужно узнать в задаче? Сколько детей принял врач? Давайте составим краткую запись. Принял 20 пациентов. Дети – это 1 пятая часть. Сколько это человек? Вспомним правило, чтобы решить эту задачу. Чтобы найти часть от числа, нужно это число разделить на знаменатель и умножить на числитель. Поставьте видео на паузу и запишите решение. Давайте выполним проверку. 20 разделить на 5 и умножить на 1 равно 4. Ответ. 4 ребенка принял врач. Следующее задание выполни самостоятельно. Зная долю числа, найди число. Помни правило. Чтобы найти часть от числа, нужно это число разделить на знаменатель и умножить на числитель. Оцени свою работу на уроке. Поставь 3 плюсика, если ты легко справился с заданиями. Поставь 2 плюсика, если были недочеты, но ты справился. Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями и блеснули знаниями. А волшебный ключ к учению – упорство и терпение. Спасибо за урок! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...